доброе утро дорогие друзья вы на канале питомника мари мистик сегодня 18 февраля 2024 года и это наша красавица вирджиния и валенсия которая спряталась за маму да мама вот так смешно кушает пекинскую капусту нам всего лишь один день от роду джина и мы вот такие активные поросята вчера я даже наблюдала за этими малышами как они забирались в миску с кормом взрослым бегают по всей клетке вы посмотрите ребята они только вчера родились но не знаю наверное может быть даже если я скажу сутки наверное это я грубо скажу потому что вчера утром я обнаружила вот это чудо буквально обнаружила честно я проснулась они уже сидят то есть они рождены были ночью вчера и вот так они себя ведут сегодня утром как будто они уже не знаю совершенно взрослые девчонки вот это мне обалденно нравится по окрасу посмотрите они интересуются едой так чихуашки ну почему как только мне снимать видео вам надо весело играть мамочка умница мамочка у нас первородка она совсем молодая и я хочу сказать о том что очень правильно я сделала что я повязала их как вот эсми и виву как только они достигли хорошего веса больше 800 грамм эсми у нас вообще крупная девчонка потому что в отличие от плюши и няши молодые девчонки ну вот родила она так легко я повторяю я даже не заметила как это все произошло при этом мамочкой всех сама обработала вылезала кормит защищает прячет даже от меня если честно на их прячет я сейчас снимаю это видео и стою на расстоянии я просто приблизила держу подсветку и снимаем расстояние чтобы она не начала прятать а снимают для того чтобы показать как удивительно природа придумала морских свинок вы посмотрите она пробует сено на вчера родилась вот она кусочек сена нашла она пробовать взрослый корм ребят поросенок вчера рожденный валенсия они бегают за мамой по клетке вы посмотрите на них ребят вот это потрясающее вообще если честно для меня это просто ну новорожденный ребят но новорожденный да морские свинки рождаются сразу с открытыми глазками с зубами я не могу не восхищаться вообще природой матушкой насколько она вот разнообразно удивительно и поразительно потому что это вот просто восхитительное зрелище на самом деле вы посмотрите на этого новорожденного морского поросенка к сожалению у меня дальше подсветка уже не тянется я бы немножко по-другому сняла с другого ракурса но я держу на штативе потому что у меня чихуашки прыгают на мою лампу я держу штатив на весу и у меня провод закончился ребята но это чудо вообще вот честно я в таком восторге мы ждем вот я теперь отсадила вивочку в отдельный домик все и там подготовила и жду наблюдаю чтобы у вивочки тоже все произошло так же как у эсме хорошо здорово мамочка отлично кормит деток молочком она прямо ложится на бочок и обе девчонки сосут одновременно подбираются под маму она отодвигает ножку в сторону вот такого я не наблюдала не у няши не у плюши няша и плюша они приподнимались на задних ногах то есть они стояли на четырех лапках и как бы приподнимали заднюю часть и поросеночек подбирался как бы снизу да хватит уже господи разбудили Вирджинию Вирджиния тут спала тихонечко в уголочке скажи закричали разбудили одним словом ребят я в восторге если вам нравится такого плана видео могу делать коротенькие видео вот каждый день наблюдать как растут ребятки потому что действительно удивительные потрясающие создания морские свиночки если нравится такая тематика поддержите это видео лайками и я буду рассказывать о жизни моих морских свинок на протяжении их роста и развития на этом прощаюсь с вами ненадолго я сейчас занимаюсь уборкой чисткой клеточек и переселением некоторых моих грызунов и следующее видео будет о хомячках Кэмпбелла у нас там пополнение семейства новые малыши я сама еще не видела какие окрасы мне самой интересно посмотреть давайте вместе зайдем заходите на канал нашего питомника и вместе в следующем видео посмотрим кто же у нас подрастает в семье в дружной семье Кэмпбелла вы посмотрите она что и капуста будет есть я вообще потрясена ребятки ну согласитесь это просто не знаю восторг и восхищение и сено и капуста и комбикорм и молоко мамы новорожденные поросята да и к маминой сиськи ай да прелесть то моя маленькая господи я хорошенький ребят но это вообще не передать вот из-за этих эмоций из-за этих ощущений на самом деле хочется быть заводчиком несмотря на все сложности которые преследуют заводчиков на протяжении всех дней потому что собственно говоря всегда нервничаешь когда самочки беременные не всегда хорошо проходят роды я об этом тоже рассказывала вот роды нашей плюши именно поэтому я испугавшись после плюши не стала ждать возраста определенного дождавшись веса саживала уже эсми и виву с самцами пока они молодые и вот это действительно результат такие хорошие мамочка у меня такая шикарная такие легкие роды и такие славные дети молодая крепкая мамочка поэтому хочется валенсию оставить себе и уже точно знаю ее возраст просто снявшись плюши ведь и меня могли обмануть с возрастом возможно они гораздо старше чем не говорили когда я их приобретала вот в чем вопрос а здесь когда они рождены у меня в доме я точно знаю как бы их возраст у меня как раз есть неродственный по кровям самец это марсель для валенсии и валенсия у меня полосатенькая вдруг интересные дети получится на что я и надеюсь весь как бы процесс работы заводчика он интересен именно тем что мы с вами получаем вот в таких домашних условиях планируем хотя бы надеемся иногда получаем то что желаем определенные окрасы типы шерсти и так далее все ребята я иду чистить кэмпбелов оставайтесь с нами если вам интересно всем пока пока и до новых встреч во подсветку министрик министрик у меня сидит под ногами а мне таких надо куда-то поставить ребят все увидимся в новых видео